Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальность» на телеканале «Репортер 73». Каждый день, вечер и утро мы рассказываем о значимых событиях нашего региона. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Убийцу абрамсов делают в Ульяновске. Дроном можно таранить вражескую технику, а можно снаряды сбрасывать. Вот, покажите, как это выглядит, как он сбрасывается. Работает, насколько я вижу, эффективно. Производители пираний рады успехам российской армии. Просто такая крепкая семья. Давайте еще раз перекличку сделаем. Танзеля, Делюзя, Анюзя, Талгат, Фирюзя, Гелюся. И это не все дети Стадиновых. О матери-героине расскажем подробно. Никогда не рано начинать. Я понимаю, как обращаться с документами, как их заполнять, как зарабатывать, можно сказать, даже. И как распространять вообще наши изделия. Юные бизнесмены из Ульяновской области представили свои проекты на выставке «Россия». Пираньи-убийцы атакуют абрамсы, а собираются в Ульяновске. 26 февраля по миру разлетелось видео. Дрон «Камикадзе» уничтожает хваленый американский боевой танк. Беспилотник выделяется уникальными рабочими частотами. Видеопередатчиков на таких частотах нет ни у кого. Способны устоять перед воздействием РЭП. Почти год производством этих беспилотных летательных аппаратов занимается небольшая команда в помещении, адрес которого не называем. Отсюда каждый день отправляют на фронт около сотни изделий. Хищные рыбы-пираньи кусают силы в 30 раз превышающие их вес. Дрон «Камикадзе» с таким же названием уничтожил технику, превышающую его вес в тысячи раз. Сам момент попадания разглядеть сложно. Но «Абрамс» в районе Авдеевки сравнялась с землей «Ульяновская пиранья». Вот именно такой моделью ульяновского дрона и взорвали тот танк, вот что на видео, которое разлетелось по всему миру. Дроном можно таранить вражескую технику, а можно снаряды сбрасывать. Вот покажите, как это выглядит, как он сбрасывается. Работает, насколько я вижу, эффективно. Ну вот расскажите, когда вы узнали, что дроны вашего производства, вот такой вот, так сказать, подвиг совершили, какие чувства вы испытали? В первую очередь неожиданность, потому что мы не ждали, что настолько крупные техники будут повреждены. А так, в принципе, оно и ожидалось. Это первый «Абрамс», уничтоженный в зоне специальной военной операции, но точно не последний. Подбили технику военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВСРФ. Дрон изначально задумывался для нужд бойцов СВО. Производственные мощности – около 3000 аппаратов в месяц. Работает дрон на защищенных частотах. То есть он подбить может, а его заглушить почти невозможно. Картинка будет кристально чистая, что позволяет эффективно отрабатывать по целям и улетать достаточно на большое расстояние, что сохраняет жизни для бойцов и позволяет работать эффективно с дальних расстояний. С дизайнерской точки зрения спроектирован в угоду функционалу. Корпус из карбона, камера с HD-картинкой. Грузоподъемность до 4,5 килограммов, дальность полета 15 километров. Больше и не надо, летит в основном только в одну сторону. Слушай, какой он кайфовый в управлении. Камера хорошая, да? Камера вообще отличная. Отличная. Управление устойчивое, дрон ведет себя предсказуемо. Были на Армии 2023, предоставляли нашу продукцию, демонстрировали где многие наши как раз командеры и познакомились с этой продукцией. На текущий момент они получили особую популярность у бойцов, так как имеют определенную результативность, крепость и контроль качества. С флагманской моделью познакомилась не только вражеская техника. Пираньи также используют для уничтожения блиндажей, укрытий, укреплений. С самого начала СВО Ульяновская команда, производители пираньи, осознали важность именно таких технологических решений. Построили для себя вектор, куда двигаться. Летать может каждый дрон, но не каждый способен противостоять жесткому РЭБу. Военнослужащие из передовой передают слова благодарности всем жителям региона. Настрой боевой обещают, что победа будет за нами. И в продолжении темы. Прифронтовые дороги сложны, опасны, непредсказуемы. Непредсказуемы и в положительном смысле. Во время поездки по Донецкой Народной Республике мы совершенно случайно встретили Сергея Кучица, который примерно год назад с поста зампреда правительства Ульяновской области ушел добровольцем. Сражаться на своем фронте, на медицинском. Сегодня на его счету сотни спасенных жизней, тысячи благодарностей от родных и близких бойцов, государственные и ведомственные награды. Нам удалось немного пообщаться и записать небольшое интервью, часть которого представляем вашему вниманию. На самом деле военная медицина качественно шагнула на совершенно другой уровень. Она совершила действительно огромный качественный скачок. Ну, чтобы не вдаваться в терминологию, здесь применяются совершенные и самые современные методы диагностики. Здесь отрабатываются более совершенные протоколы оказания медицинской помощи. Здесь применяются различные передовые новшества. И они действительно всегда применяются на острие ножа в военно-полевой медицине. И в частности в военно-полевой хирургии, в которой я имею честь служить. А гуманитарная помощь, она безусловно нужна, она безусловно важна. Реабилитация раненого бойца, она начинается еще на поле боя. Еще с фразы «все будет хорошо, ты выживешь». И получить, может, какие-то вкусняшки, какие-то гражданские вещи позволяют бойцу действительно поддерживать мысль, что он не один, что за ним строит вся страна, за ним стоят все наши люди, которые сопереживают, которые помогают фронту, в том числе и в тылу. Это колоссальнейшая работа. И труд волонтеров, он поистине неоценим для нашей специальной военной операции. Экономика Ульяновской области показала отличные результаты по итогам непростого 2023 года. Об этом говорили на коллегии Министерства экономического развития и промышленности. Особо отмечают то, с помощью чего удалось обогнать средние темпы роста по ПФО и в целом по Российской Федерации. Мои коллеги узнали все подробности и готовы рассказать их прямо сейчас. Итоги и результаты. В 2023 году экономика Ульяновской области не только не затормозилась, наоборот, из этапа восстановления перешла в статус подъема. В ПФО по этому показателю мы находимся на четвертом месте. Больше всего объемнорастили в секторах, обеспечивающих обороноспособность страны. Это производство готовых металлических изделий, электроника, ремонт и монтаж автооборудования, а также другие направления. В 2023 году экономика Ульяновской области в целом показала хороший рост. Его локомотивом стало обрабатывающие промышленности, деятельность промышленности производства составила 114,5% по уровню. В 2022 году индекс в целом промышленного производства региона по итогам года составил почти 112%. При этом Российская Федерация и в целом Пригорский федеральный округ растут более низкими темпами. Мы выстроили производственные цепочки малых и средних предприятий с крупными холдингами, организовали бизнес-миссии в Республику Татарстан, в Саратовскую, Челябинскую, Нижегородскую области, другие регионы России и даже за границу. Все это благодаря слаженной работе экономического сообщества, сотрудников министерства, институтов развития, промышленников, бизнесменов, законодателей, общественников и экспертов. Экономика региона – это многососновное явление, единый механизм, который нежизнеспособен при отбирании или нефункциональности одного уголка. И я очень рад, что всем нам удалось сохранить этот организм и содействовать его взрослению. В 2020 году экономика Ульяновской области показала устойчивый рост. Например, рынок тепловой автоматики. Имеется потребность в оборудовании регулятора расхода. Раньше демитровоградское предприятие производило электропровода для клапанов. Потребность частично закрывали. Благодаря бизнес-миссиям решили работать с белорусами. Выйти на рынок с новым изделием, который сертифицировать, как российское отечественное производство. Именно комплект, состоящий не из двух частей, а единое изделие с клапаном, с приводом под одним названием. Как итог, рынок сбыта расширился, производство усилилось. Приборы, между тем, важные, используются в сфере ЖКХ. Федеральным фондом развития промышленности в 2023 году для ульяновских предприятий одобрено 11 заявок на сумму 18 миллиардов рублей. Региональный фонд тоже внес свою лепту. Ульяновский фонд финансирования промышленности и предпринимательства более 10 лет оказывает поддержку промышленным предприятиям в получении льготного финансирования. С начала функционирования было поддержано около 75 предприятий на сумму более 1 из 7 миллиардов рублей. В 2023 году заключили 22 договора займа на сумму более 380 миллионов рублей. А это уже больше, чем в 22 на 20%. Такими темпами утверждают специалисты региональной экономики. Продолжит расти и в 2024. Общественная палата – один из главных проводников идей гражданского общества по самым важным и острым вопросам. В Ульяновской области, координируя и консолидируя, она в режиме 24 на 7 координирует и консолидирует, выстраивает конструктивный диалог населения и власти. В этом году первоочередная задача – подготовка общественных наблюдателей для проведения президентских выборов. О том, каких результатов удалось добиться, расскажет Екатерина Горбачева. В Ульяновской области действует более 2000 некоммерческих организаций. И их роль в самых разных сферах жизни общества все ярче, а результаты деятельности очевиднее. Положительная динамика работы отмечается ежегодно. Об этом можно судить только по неоднократным участиям в грантах, а также по увеличению суммы привлеченных средств в регион. Все это – результат кропотливой работы, которая бесспорно будет приумножаться. Свои плоды приносит и упорная работа общественной палаты по подготовке к важному политическому событию страны – президентским выборам. Для этого проводилось активное обучение общественных наблюдателей. Независимых, не представляющих интересы ни партии, ни кандидатов. Главная миссия – гарантировать прозрачность, чистоту и законность избирательной процедуры. Статистика показывает, при слаженной работе наблюдателей количество нарушений на избирательных участках в разы уменьшилось. На прошлые выборы мы подготовили около 2000 общественных наблюдателей. В этом году, на выборах президента, в марте 2024 года, будет уже около 3000 избирателей. Грамотность растет на глазах. Во всех буквально муниципалитетах наши педагоги, эксперты и общественная палата Ульяновской области, и ассоциации юристов России проводили интенсив-семинары. Это такие учебные блоки по несколько часов, которые были распределены, которые потом завершались тестированием. На текущий момент избирательная кампания выходит на финишную прямую. Предстоящие в России президентские выборы определят дальнейший путь развития страны и ее роль на глобальной арене. Самый главный враг – это безразличие. Безразличие к окружающим, безразличие к родным, безразличие к своей малой родине. Ведь мы в Априоле, куда бы мы ни выехали, за границу, мы все гордимся нашей страной. Выезжая в другой регион, мы гордимся своим регионом. В канун дня выборов на площадке юридического факультета Ульяновского педагогического университета откроется Центр общественного наблюдения. Здесь можно будет следить за ходом голосования в режиме онлайн, а в случае сомнения, чистоты и легитимности процедуры пересмотреть архивные видеозаписи. Одно условие – заблаговременная аккредитация в штабе общественной палаты. Екатерина Горбачева, Павел Асланиди, репортер 73. Мать-героиня. Первой жительницей нашего региона, получившей столь высокое и почетное звание решением главы государства, стала Венера Саддинова. Критерий статусности – наличие в семье 10 и более детей. У Саддиновых как раз добрый десяток. На всякий случай пересчитала моя коллега Татьяна Домоданова. Давайте еще раз перекличку сделаем. Танзеля, Делюзя, Анюзя, Талгат, Фирюзя, Гелюся, Алия, Лиля и Карим. Карим, Ландыш, Ариф. Ариф – это тоже ваш, который в школе? Да. Старший друг. Карин, Алина. Я чувствую себя как в турецком сериале. Но с Аддиновой переплюнули самые смелые сценарные замыслы. 32 года назад Венера и Надир создали семью и решили так, слегка парадоксально. Чем детей больше, тем легче. В вопросе потомства у них даже прослеживается некоторая цикличность. Три дочери, сын. Три дочери, сын. Итого десяток красивых, умных и благоразумных. Все как на подбор. Хорошо учатся, увлекаются спортом, уважают старших. Ну и балуются. Так, слегка. Желать удачи. Во всех начинаниях. А мы поддерживаем. Чтоб дальше так же слушались. Чтоб добрыми были все. Ко всем. Переподушными. А вот к традициям относятся по-серьезному. Непременно отмечают все дни рождения. Новый год и прочие красные календарные. 25 сентября в семье праздник двойной. Годовщина свадьбы родителей и день дома. Его Надир отстроил своими руками и до сих пор в процессе ремонта созидания. 2024 для Саддиновых год повышенной сложности предстоит пять выпускных. Из детсада, школы, колледжа. Чтобы они шли своей дорогой. И, конечно же, чтобы они не шли своего человека по жизни. Потому что это очень важно. У них тоже было очень много детей. Карим, а вот сколько детей, как ты думаешь, нужно для счастья? Десять. Но не меньше? Но не меньше. Как настроить такое семейство на продуктивный лад знает мать-героиня. Буквально. В сентябре прошлого года Венера Саддинова удостоилась почетного звания федерального уровня. Первое в Ульяновской области. Это намного легче. Когда такой идеальный муж, как у меня. Меня не пьет, не курит. И с детьми детей очень любят. Для себя немножко поменьше времени уделяешь, а уже побольше детям отдаешь. Без этого и не получится. Должен быть обоюдно согласие везде, считай. Семье-то так и так нужно. Понимание друг другу все равно нужно. Без этого понимания тоже далеко не уедешь. А сами Саддиновы скоро уедут. В мае в Оренбург женить сына Тальгата. А летом в Геленджик проведать дочь Анюзю и ее семью. Что касается хозяйства, всегда есть на кого оставить. У Саддиновых принцип такой. Кто свободен, тот и делает. Независимо от пола и возраста. Нам самой нравится помогать маме. Что мама у нас будет отдыхать, а мы будем работать. Особенно готовить. Салат корейка. Корейская морковка. Колбаса. Фасоль. Сухарики. Ну и все заправляются майонезом. Слушай, все, я захотела такой салат. Проголодались, впрочем, не только мы. Ну что, компания у нас сегодня дружная. Во-первых, это 10 детей, 6 внуков. И две козы было 7. Пятерых отдали козлят. Что, давайте кормить будем, да? Они же тоже голодные. Мы-то чай попили. Ну что, давай, красавица. Как? Помогай, помогай. Карим, как ее покормить? Бери сосочку, бери сосочку. Что ты хотела мне сказать? Мост и коза. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73. Выставка форум «Россия на ВДНХ» продолжается. И наш регион активности не теряет. Напротив, День предпринимательства для Ульяновской области прошел весьма продуктивно. О своих проектах на всю страну заявили не только взрослые бизнесмены, но и их юные коллеги по предпринимательскому цеху. Мы создали нашу компанию в рамках проекта «Лига школьного предпринимательства». Мы создаем вот такие изделия из шута для домашнего уюта. Своими руками, с любовью и заботой об экологии. Юные предприниматели следят за трендами и поддерживают полезные течения, чем могут даже подать пример многим старшим товарищам. Продвинуться помогают современные технологии, мессенджеры и маркетплейсы, и своевременная поддержка. Благодаря проекту «Лига школьного предпринимательства» мы получили достаточно большую клиентскую базу и продолжаем продавать по заказу. Участие в проекте помогает не только заявить о себе, но и не стоять на месте, расти и развиваться, заводить полезные бизнес-знакомства, наращивать опыт. «Я понимаю, как обращаться с документами, как их заполнять, как зарабатывать, можно сказать даже, и как распространять вообще наши изделия. В этом проекте мы уже второй год, мы уже занимали третье место, и в этом году мы заняли первое место». Все серьезно. Школьные стартапы могут вырасти в предприятия малого бизнеса. Илья, к примеру, уже оформил самозанятость. А еще проект «Лига школьного предпринимательства» помогает определиться с будущей профессией. «Ребята ищут себя, то есть пробуют себя в качестве и предпринимателей, и как руководителей, и как исполнителей. Поэтому это является реальным таким направлением профориентации. В том числе, вот, например, в Мариинской гимназии организованы социально-экономические классы. То есть это 11А, 10А, где у ребят профильные предметы, экономика, современная экономическая наука, то есть основа предпринимательства, финансовая грамотность». Только в Мариинской гимназии в Лиге этого года участвовали два проекта, которые взяли золото и бронзу этого этапа. Но по всему региону в проект ежегодно включаются сотни школьников. Их идеи – далеко не только рукотворные изделия для интерьера, как и у взрослых. Школьный бизнес предлагает решение разных экономических задач, например, развитие внутреннего туризма. «Я представляю проект настольной игры «Симбиртур». Игра настольная, краеведческая, и в ней предстоит участникам попробовать на себя роль писателей и собрать, и сделать собственное произведение. Им следует собрать необходимые очки вдохновения. Карта представляет собой «Симбирск». Опыт внедрения основ предпринимательской деятельности в школах, в общеобразовательных школах – это раннее вовлечение в предпринимательство молодых людей, в так называемое всеобщешкольное образование, которое с 2017 года уже реализуется впервые в стране, впервые в стране на базовом уровне школ в виде внеурочки. Любой ребенок сегодня в состоянии выбрать эту программу». Этот опыт ульяновская команда представила министру экономического развития страны. Кроме того, регион выполнил цели профильного нацпроекта в части малого и среднего предпринимательства. Бизнес-сообщество Ульяновской области готовится поставить новые цели в свете грядущего послания президента. Крупнейшее международное молодежное событие – Всемирный фестиваль молодежи – открывает свои двери 20 тысячам участников со всех континентов земного шара. Юные и одаренные вступят в дискуссии и послушают лекции, присоединятся к выставочной программе, спортивным соревнованиям, совместным тренировкам и добровольческим акциям. От Ульяновской области свои таланты на фестивале представят около 100 человек. Что ждет молодых лидеров, расскажет Екатерина Горбачева. На участие в фестивале от молодежи Ульяновской области поступило более 2000 заявок. Отбор прошли лучшие из лучших. Активисты в различных сферах бизнеса, медиа, образования и науки, международном сотрудничестве и культуре. О Всемирном фестивале молодежи я узнал прошлым летом. Тогда я принял для себя решение, что буду участвовать в таком грандиозном событии. Первый этап – это заполнение портфолио, где я указал свои личные достижения, мероприятия, в которых принимал участие, благодарности и почетные грамоты, которые у меня имеются. Второй этап заключался в том, что мне нужно было написать эссе. Я выбрал тему справедливости и дружбы. Заключительный этап – это видеовизитка, где я рассказал о том, что я жду от Всемирного фестиваля молодежи и какое у меня любимое художественное произведение. Главная цель фестиваля – помочь выстроить связи между молодыми и активными людьми со всей планеты для общего будущего, основанного на сотрудничестве и поиске баланса интересов. Задача ульяновских активистов – рассказать о богатстве и многообразии нашего региона. Нам важно, чтобы к нам приезжали, чтобы о нашем городе узнавали. Именно с этой целью я сама хотела поехать. Но когда я узнала, что регион будет собирать свою команду, скажем так, оптимизма прибавилась еще больше. Мы с собой везем сувениры из Ульяновска, так что мы познакомим ребят с историей нашего города, расскажем о том, какие люди здесь родились, о том, что Ульяновск – это место силы, это место, где протекает великая русская река Волга. И для многих ребят это будет в новинку, потому что, например, наша подшиптная страна – это Бразилия. Ульяновская область берет культурное шество над ними. И я надеюсь, что ребятам из Бразилии будет интересно узнать о родине Владимира Ильича Ленина. Помогут в этой важной миссии юные волонтеры, активные и опытные, готовые внести свой вклад в развитие международного сотрудничества и культурного обмена, преимущественно те, у которых уже был опыт проведения масштабных культурных событий. Я был волонтером в 2016 году на Всемирном фестивале молодежи студентов. То есть это твой второй фестиваль? Да, это мой второй фестиваль. Что ты от него ждешь? Море эмоций, знакомства и, конечно же, непередаваемых ощущений. Свои умения и навыки юные активисты на фестивале покажут в нескольких категориях. Среди них культура и церемония транспорт и логистика, а также волонтеры питания. Волонтеры отправляются раньше участников, прибывают заранее для того, чтобы подготовиться к встрече, встречи, встретить все делегации, красиво подготовиться к церемонии открытия фестиваля. Основные события пройдут с 1 по 7 марта. После основной программы ВФМ продолжат шествие по стране. В каждом субъекте, в том числе и в Ульяновской области, состоятся региональные фестивали действий, на которых вернувшиеся из Сиреса участники и волонтеры станут амбассадорами идей Всемирного фестиваля и передадут его наследие всей молодежи России. Стартовали по области. 27 февраля в УЛГТУ открылась студенческая универсиада, посвященная в этом году четвертьвековому юбилею факультета физкультуры и спорта УЛГУ. В этом году участникам предстоит сразиться в 22 видах спорта за 65 комплектов медалей и 21 комплект командных наград. Подробности далее. Начинаем церемонию открытия региональной универсиады. 1200 участников, студенты, спортсмены высших учебных заведений области, а также команда техникума Олимпийского резерва вступили в борьбу за награды в самых различных состязательных дисциплинах. Легкая атлетика, волейбол, плавание, мини-футбол, шахматы, гиревой. Всего 22 вида спорта, в которых выступят мужские и женские команды. Как никогда спорт развивается. Развивается спортивная инфраструктура вузов. В том числе и в нашем университете прибавился спортивно-оздоровительный комплекс «Северная волна» с плавательным бассейном. Всем известны наши спортивные залы. Там проходит очень много соревнований. Областная универсиада в регионе проводится с 2001 года. И ежегодно ее программа корректируется с учетом доступности тех или иных дисциплин для команд, а также спортивных тенденций. Неизменно одно. Ульяновская область делала ставку на спорт как любительский, так и профессиональный. И это раз за разом приносит победу. Наши команды по футболу, по хотим с мячом достойно выступают в чемпионатах России. Наши спортсмены, занимающиеся различными видами единоборств, защищают честь и достоинство нашей Ульяновской области. Но все мы прекрасно понимаем, что спорт высоких достижений невозможен без массового спорта, без его развития, без его доступности. Старт дан. Впереди испытания. Свою подготовку и готовность сражаться за лучший результат студенты-участники покажут в течение ближайших нескольких месяцев. В пятой квартире вся семья не может уснуть. Иван Петрович сорвал спину. Алмак Плюс напрямую воздействует на острую боль. Алмак Плюс. Здоровье в доме – лучший подарок. Еломет. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один. Ииии! Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Читайте в новом выпуске аргументов и фактов. Более 70% семей в России распадаются. Что может их спасти? Брачный договор? Разница в возрасте? Или обилие детей? На первой полосе регионального выпуска – о страшной ночевой шеевке, когда 18 семей остались без крова. Семьям пострадавших оказывается повсеместная помощь, но пока жить им негде. На второй странице о ремонте Минаевского моста. Неужели все по принципу – денег нет, нет и мостов? В рубрике «Культура» хорошо ли мы знаем наших художников? И почему надо знакомиться с творчеством Азария Тропицына, который живописал нашу Волгу такой, какая она была в начале 20 века? Здесь же кто на Украине поджигает заводы, пускает поезда под откос и взрывает нацистов? По традиции, программа передач «Телеканал Репортер 73», которую смотрите в пакете эфирного цифрового телевидения на канале ОТР. «Телеканал Репортер 73» Поделитесь новостью по телефону 304073 или в наших социальных сетях. По номеру 304173 заказывайте ролики, сюжеты, объявления и бегущую строку. Смотрите нас в эфире, в ВК-видео и на других медиаплатформах. Подпишитесь в «Телеграм», «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Будьте в курсе реальности.